Много о чем говорит, потому что, ну здесь есть латинские названия, если интересно, то конечно можно и напечатать где-то в гугле, там переведется в переводчиках посмотреть, что это такое. Вот как выглядела баночка, стеклянная банка, ой, как меня эти стеклянные банки достали, в плане их веса и сохранности при транспортировке. Мало того, эта баночка еще была заклеена вот такой штучкой, чтобы никто туда ничего не насыпал, не заменил и еще чего-то не сделал. Вот здесь остатки порошка, который, и его еще достаточно так это, ой, ой, достаточно так это еще количество, ну не знаю как сказать, приличное, может быть на порцию-то и не хватит, но взбодриться вполне можно. Значит, для чего этот Яхом применяется? Это тонизирующее средство, снимающее головную боль. Мужчинами это используется в качестве антипохмелина, снимает похмельный синдром для всего остального людо, и в том числе для детей. Это то, что выводит шлаки токсины, то, что помогает в период каких-то острых отравлений, инфекций, если какие-то проблемы с желудком, с кишечником возникают, если жидкий стул, если ну просто какое-то недомогание, и вы понимаете, что вы отравились, вас мутит, вас чего-то там воротит от всего, а вы не можете справиться с этим состоянием. Вот этот не совсем приятный порошок Яхома может помочь, причем он продается в огромных банках, вот буквально со стакан, с 200-250 грамм такого роста баночки тоже есть, то есть он в Таиланде используется очень-очень активно. На заказ мы тоже привозили большие банки, но для себя мы купили вот такие вот маленькие капсулки, где этих, не знаю, по-моему, штук 30, наверное, уже хорошо уплотнены не в виде порошка, а в виде спрессованной такой гранулки, которую одной достаточно взять в рот, рассосать, уходит головная боль, уходит проблема, уходит тошнотное и какое-нибудь там состояние, ну не знаю, рези там какие-нибудь прекращаются, головокружение прекращается, упадок сил тоже куда-то одевается и как бы тонус поднимается, то есть, ну человек взбадривается, реально взбадривается, ну а кроме того, я уже сказала, что это проблемы с различного рода отравлениями. Отравлениями решается, плюс еще и с горлом связанные, ну и с укачиваниями самого разного происхождения. Это далеко не все. В следующем видео я покажу, наверное, это может быть и не сегодня будет, не знаю, как уже разгон, но обязательно я сниму несколько видео о тех банках, которые абсолютно-абсолютно не скоро подойдут к концу, потом они будут сняты, возможно, еще второй раз, но то, что сейчас находится в использовании, я обязательно сниму, потому что иначе конца края кто-то из вас может и не дождаться. Я очень рада, что вы посмотрели или регулярно смотрите мои видео, если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, но вам интересна такого рода информация, пожалуйста, подписывайтесь. Если у вас есть возможность и желание поставить лайки, то ставьте, я буду абсолютно рада и счастлива. Если у вас есть какие-то вопросы и комментарии, я прошу вас, пишите. И сейчас я хочу сказать несколько слов относительно того, что я собираюсь снять в отдельном видео, просто это будет очень-очень короткое, но вдруг кто-то и сейчас почерпнет для себя нечто полезное. Вы знаете, достаточно часто мне на почту, либо в одноклассниках, либо вот здесь в комментариях, или в личных каких-то сообщениях приходят вопросы о том, сколько стоит то или иное средство. Я добросовестно отвечаю, я некоторое время веду переписку, и вроде как человек уже готов бы что-то купить или заказать, или что-то там происходит. С одной стороны, я абсолютно не против этого, я готова ответить на все ваши вопросы. Но мне бывает обидно потраченного и мной, и вами времени, если все это остается безответно и безрезультатно. И я еще раз хочу процитировать строки, которые я сказала выше. Я никогда не обману доверие того, кто мне искренне доверяет. Но я никогда не докажу правду тому, кто в нее не хочет верить. И поэтому, если у вас нет желания реально что-то приобрести, давайте не будем осложнять жизнь друг другу, давайте не будем тратить время на пустопорожные разговоры и пустую переписку. Для этого есть интернет-магазины. Общайтесь, пожалуйста, с ними сколь угодно долго. И если вы мне не доверяете, и когда вам предлагается произвести оплату, стопроцентную оплату, причем я говорю о том, что еще и часть расходов на пересылку будет взята на меня, будет оплачена мной, и если это не оговаривается как-то особо. И когда я говорю, что что-то возможно, если это плоскенькое или это тоненькое, то возможно это выслать либо в письме, либо еще в чем-то. Я не знаю, почему такое недоверие, но коли такое недоверие, не надо мне вот это демонстрировать. У меня есть чем заняться, мне не хочется терять своего времени, которое я могла бы затратить на свою семью, на мое любимое дело, а не размышлять о чем-то по поводу того, я не строю каких-то фантастических планов, я не думаю, что на меня сейчас обрушится шквал каких-то заказов. У меня есть, слава Богу, клиенты, которые мне всецело доверяют, и которые со мной уже много-много лет, и те, кто знает, что наша продукция не какого-то подпольного качества, произведенной на Мало-Эрнаутской в Одессе, а на самом деле продукты привезены откуда надо. Да, еще мне бывает смешно, когда спрашивают, а где вы берете эти бальзамы? Да на родине на их, в Таиланде. И не только бальзамы, а все остальное, либо из интернет-магазина, находящегося в Паттайе, либо грузами, правдами-неправдами, с огромными доплатами, либо с какими-то другими поисками выхода, все это оттуда, с родины этих продуктов. Поэтому я уверена за качество того, что я использую, о чем вам рассказываю. Причем цель моя, вот этих рассказов, не только предложить вам для покупки, и далеко не это. Моя задача информировать, и мои клиенты смотрят абсолютно точно так же, как и любой зашедший на канал мои видео, и получают эту информацию. И мне очень важно, чтобы они получили это из первых уст, от того, кому они доверяют, потому что их доверие я обмануть не хочу ни одним словом, ни одним своим жестом, взглядом и эмоцией, которая вдруг чему-то не соответствует. Ну а кого-то убеждать в противном я тоже не собираюсь. На этом я прощаюсь с вами. Если нотка моя была чересчур эмоциональна, я даже не приношу извинения, нет. Я рада, что вы мою эмоцию восприняли и услышали. Я так думаю, что вы адекватно реагируете на все это. Не тратьте ни своего, ни чужого времени. И если я была чем-то вам полезна, пожалуйста, пишите об этом. Всего доброго, здоровья, счастья, успехов во всех делах. Продолжение следует...